Информационные сливы в Телеграм, хейт в Твиттере, противостояние блогеров в Фейсбуке. Главные события в стране и в мире в обзоре социальных сетей. В эфире Первый пост и Ксения Каста. Здравствуйте. От пенсии до пенсии живут они невесело. Пенсионеры, как, впрочем, и вся страна, совсем и давно перестали понимать замыслы пенсионного фонда. Что из накопившихся денег заморозили? Надолго ли этой копейки на жизнь хватит? Гадают наши старики. А работающие вообще махнули рукой, дожить бы до этой пенсии. Похоже, что сами чиновники не сильно в этом разбираются. Сами не верят в коэффициенты и прочие надбавки, имея свои персональные пенсионные фонды. Что и объясняет во многом повальную коррупцию. Но сейчас не об этом. В сетях активно обсуждают предложения ЛДПР реформировать систему так, чтобы каждый пенсионер получал деньги в зависимости от его трудового стажа. Смысл предложения в том, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки и сделать пенсионные начисления прозрачными. Вот пуля пролетела и так и пролетела инициатива ЛДПР. Система пенсионного фонда, как туманность Андромеды, все слышали, но никто не видел. Кто и как распределяет крохи на жизнь нашим старикам? По-прежнему загадка. Казалось бы, вот у военных пенсионеров, как в армии, все четко и конкретно. Но не тут-то было. У них тоже не все по уставу. Посвятившим всю жизнь армии индексацию пенсии заморозили до 22-го года. Приказы не принято обсуждать. Затянув пояса, точнее портупею, в последний бой. Только затяжную войну с нищетой герои страны, похоже, проиграют. А вот эти 2%, которые им обещало государство, и на основании указа президента была внесена эта норма в законодательство, она ежегодно приостанавливается. Поэтому фракция ЛДПР ее не поддерживает. Мы хотим, чтобы законы в нашей стране соблюдались. Мы хотим, чтобы те обещания, которые даются избирателям и военным людям, которые сегодня служат и в будущем будут военными пенсионерами, выполнялись. Скандалы вокруг пенсионного фонда давно стали популярным мемом в социальных сетях. Живи быстро, умри молодым. Раздутый чиновничий аппарат. Роскошные кабинеты с гербами в янтаре по всей России. И как насмешка, средняя пенсия, накопительная или замороженная, неважно. 10 тысяч рублей. А так ли нужен этот пенсионный фонд народу? У нас все делает государство. А государство – это огромная армия чиновников. И человек не знает, сколько он может получать пенсию. То мы ее замораживаем, то мы ее переносим вперед на несколько лет. Но мы же над людьми издеваемся. Люди не могут понять. То есть надо, чтобы здесь было меньше государства. И чиновников можно вполне сокращать. Жириновский ведь не предлагает что-то революционное. В акханале с пенсиями продолжается не первый год. Остается только процитировать героя из одного известного фильма. Сдается мне, джентльмены, это была комедия. Только вот кому смех, а кому совсем не до него. Чем меньше чиновников, которые находятся между сбором и выдачей, тем лучше будет. Да, при современных технологиях вполне возможно. Если эти шоблы министерство разгонят, тогда пенсионер будет больше получать. Пенсия у меня лично очень маленькая. Никаких перспектив нету, что они добавятся, не добавятся, ничего не вижу. Новое оно всегда страшит. Потом нет уверенности, что будет лучше, чем было. Дорогие мои старики, мы еще повоюем. Вопрос только один. А за что наши старики вынуждены опять воевать? За свое заслуженное. Это был Первый пост. До скорого.